Друзья, еще раз со всеми здравствуйте! Значит, давайте сегодня расставим все точки над нашей Эвой и отвечу на все вопросы, которые девчонки задают в Инстаграм и в Ютуб мне по поводу, что это такое, где это взять, с чем это едят и так далее. Кто-то думает, что это картонка, деревяшка и что-то еще, что-то не предполагали. Значит, это не картонка, не деревяшка. Этот материал мягкий. По-русски говоря, это как поролон вспененный, да, изолонно, да, по-умному. Он называется эзолон вспененный. Как? Изолонно. Изолонно. Ну, нам, девочкам, это неинтересно, честно говоря. Пусть это мальчики этим интересуются. Нам, девочкам, надо понимать, что это как поролон. Только поролон там в пупырышках весь, в кислороде, в воздухе, да, а здесь более плотный вот этот вот поролон. Он бывает и миллиметр, и два, и три. Вот у меня здесь 20 миллиметров, есть у меня 40 миллиметров. У меня разные эти вот кусочки всякие есть. Для одного использую потоньше, для другого потолще. Ну, вот. Значит, это мягкое, и скажу, это не дешёвое. Поэтому, кто для домашнего использования гонится за данным материалом, честно могу сказать, лучше его не брать. Потому что, значит, в магазинах я такой материал не видела. Мы его исключительно берём на заводе по производству вот этой Эвы, где они вспенивают большими листами, всё это делают. Лист метр восемьдесят на два десять, да, если сейчас, на два тридцать. Метр тридцать на два тридцать. Метр тридцать на два тридцать, вот Женя подсказывает, стоит цветной, не чёрный, страшный, а чёрный стоит такой размер, четыре тысячи с чем-то. Цветной вот такой стоит восемь, восемьсот? Шесть тысяч стоит чёрный, а восемь двести стоит цветной. Вот же, Женя, память получше, чем у меня. Значит, чёрный вот такой будет стоить, вот это вот, сорок мы мерили или двадцать? Двадцатка стоит. Двадцатка, вот такая двадцатка чёрный стоит шесть тысяч с хвостиком. Ещё раз скажу, метр тридцать на два тридцать. А цветной, вот как, допустим, зелёный, стоит уже восемь тысяч с копейками. Нужно оно вам, не нужно для домашнего использования? Решайте сами. Значит, так как у меня клуб, у меня должно быть всё эстетично и все пособия, они должны быть и красивые, и функциональные, и надолго, и вот, ну, приятно, то я беру. Если вы дома, а иногда меня жаба душит, я некоторые пособия, сейчас я принесу, я как всегда забыла. Вот, когда меня душит жаба, скажем так, или я думаю, что Эва будет не функционально на этом пособии, вот, например, помните, я вам показывала вот эти вот тени, на столе-то они все ездят, да, эти тени. Я решила их приклеить. Думаю, не буду приклеивать на Эву, жирный будет вот этой вот игре. И я просто приклеила на картон. Я взяла две вот таких вот картонки, у меня есть от этого, остаётся всё время от Smile Decor. Сложила две вместе, потому что потолще было. Я не люблю, когда вот пальцем к моим прикладывается что-то такое вот это шершавое, не очень люблю. Я это обмотала скотчем. Где у нас скотч обычно прозрачный? Вот, обычно прозрачным скотчем всё это обтянуло, чтобы было гладко и приятно, ну, и, соответственно, не пачкалось. И горячим пистолетом, сейчас мы к ним вернёмся, что такое горячий пистолет, потому что некоторые люди даже спрашивают, что такое горячий пистолет. Вот, и на горячий пистолет приклеила вот эти вот фигурки. Всё. Оно крепкое, оно навсегда, оно вроде бы эстетично. Понятное дело, что вот на Эве всё это будет поинтереснее. Но иногда жирно просто, да, дорого приклеивать какие-то там вот фигурки, вот, вот, типа вкладыши Монте-Сори, да, приклеивать на Эву. Иногда жирую. Вот. А так приклеиваю на картон. Не тратьтесь. В общем, что я хотела сказать. Если вы дома для своего ребёнка, который максимум поиграет, ну, 3-4 месяца, ну, может быть, 6 месяцев, зачем брать дорогой материал, когда можно вот и на картоне? Вот. Это и эта сторона вопроса. Теперь, значит, я думаю, что с Эвой всё понятно. Значит, если всё-таки вы клуб, вы там какая-то организация, и вам нужна эта Эва, пожалуйста, в своём городе просто наберите производство Эвы, продажи листов Эвы. Я думаю, что вывалятся эти заводы, у нас в Москве этих заводов очень много, поэтому не буду оставлять ссылки. Мы когда делали вот эту машину, видите, здесь машина вырезана. Это вот наша машина, которая, она разбирается. Вот. Мы искали эти вот заводы, их довольно-таки много, и никакого секрета, в общем-то, из них нет. Всё, убираю вот эту Эву. Теперь к горячему пистолету. Многие спрашивали, что такое горячий пистолет. Я думала, что уже знают все, но, оказывается, ещё не все. Значит, это вот такой прибор. Вот реально прям пистолет. Да, прям вот реально пистолет. В розетку дело вставляется. У него есть поставка, он так стоит, как у нас были эти вот, помнишь, паяльники. Он у нас нагревается. Вот здесь будет очень галерчо, здесь брать нельзя категорически, будет прям ожоги. Я постоянно на это дело попадаю. И в него вставляются вот такие стержни. Вот такие вот круглые, мягкие, вот такие вот стержни. Это клей, по сути говоря, это застывший клей. Он вставляется внутрь, здесь, соответственно, разогревается, здесь разогревается этот клей. Вы пистолетом нажимаете, и отсюда вылезает вот этот вот жидкий клей. Аккуратнее, очень горячий. Выдавили каплю, ну сейчас, может, нагрев покажу. Выдавили каплю, на него что-то приклеили. Всё. Теперь о пистолетах тоже хотела бы поделиться, потому что собаку на этих пистолетах съела. Значит, смотрите, клей бывает вот такого диаметра, а бывает вот такого диаметра. Значит, как только вот такой диаметр, это у нас, сейчас скажу, сколько миллиметров. Это у нас 11 миллиметров. И, соответственно, пистолет у вас будет под 11 миллиметров. То есть, вот это вот отверстие будет больше. Я не знаю, может, я попадала, но у меня этот клей, в общем, льётся быстрее. Ну, понятное дело, наверное, площадь разогрева больше, да, соответственно, и капли у меня будет жирнее намного. Ну и пистолет у меня вот попадался, декстер, ещё какой-то, всё, что меньше тысячи. Почему-то вот я вот приклеила, и мне нужно его поставить. Я пока тут что-то другое делаю. А он здесь течёт, течёт, течёт. У меня какая-то паника всё время возникала. То ли клеить, то ли ставить, то ли резать. То, в общем, истерика какая-то. Плюнула я на эти толстые, думаю, пойду поищу пистолет подороже. Пришла я в магазин, у нас Леруа Мерля, строительные магазины. Взяла, было три вида пистолетов за 300 рублей, за 500, за 900 или там за 1000. Уже махнула рукой, беру вот такой подороже, даже не знаю, что это за фирма. Около 1000 он стоил. И потоньше к нему, видите, уже 7 миллиметров идут вот эти вот стержни клеевые, клеевые, как их правильно назвать. Вот, и капли уже, наконец-то, этот пистолет уже не течёт. Вот, я могу спокойно приклеить, поставить его, забыть о нём, и клей не расплавляется и не течёт. И уже капелька такая меньше, когда вы клеите какие-то тонкие детали, какие-то маленькие детали микроскопические. Лучше, конечно, вот такой, 7 миллиметров. Если вы клеите сразу же объёмно, вам нужно прям вот эту вот площадь всё заклеить, то это, конечно, надо 11 миллиметров. Ну вот, в общем, на своей шкуре испытала 300 рублей, 500 рублей. Плохие. Быстро летят, горят, плавится всё, течёт и так далее. Вот этот пистолет у меня уже полгода, я ему очень рада. Это около 1000 рублей и с тонкими клеевыми вот этими стержнями. Всё. Про пистолеты мы с вами поговорили. Я их убираю. Фирма Dexter пистолета мне тоже не понравился. Если что, почему-то он у меня прям такой изгорел, очень меня напугал. Какой-то контакт там замкнуло. Теперь непосредственно как мы сделали вот эту вот игру с крутилками. Вот. Значит, что мы сделали? Я съела вот такие вот эти, как их, пюрешки. Кстати, мне очень понравилось. Я их начала есть только ради того, чтобы насобирать вот это. Ну и, соответственно, дети у меня в клубе тоже ели и сразу мне подкидывали пустые штучки сюда. Вот. Сколько у нас этого всего насобиралось. И я на это подсела. Довольно-таки вкусно. Неважно, фруктоняне или гербер. Какие-то там разные эти фирмы есть. У гербера, по-моему, круглые вот эти вот крышки. А у фруктоняне вот с резьбой какой-то, с какими-то выступами. Вкусно и полезно, мне кажется, здорово. В общем, крышки уже собрали, а пюрешки всё ещё едим. Вот. Что у нас, значит, получилось вот из этих пюрешек. Съели, да, отрезали ножницами вот этот вот носик. Вот так вот всё-всё-всё, что мягкое, всё отрезали. Оставили себе крышку и носик. Дальше что происходит? Значит, берём вот эту вот Эву. Ну, кто спрашивал, кстати, вот про картинки. Картинки просто так прислать вот эти вот не могу. У меня их где-то 7 или 8. Потому что всё-таки это нарисовал дизайнер, и я заплатила за это деньги. Как бы... Немало. Ну да, дизайнеры, сами понимаете, немало деньги берут. Поэтому просто так прислать и подарить. Ну, простите, не могу. Это уже вот финансово прям зависимо здесь получилось. Вот, значит, вырезала я из Эвы вот такой вот прямоугольник. Да, вот этот вот прямоугольник из Эвы я вырезала. Вот. Взяла вот эту картинку. Сейчас вот какую-нибудь возьму здесь. Пусть будет, допустим, вот морское дно вот это вот. Пусть будет морское дно. Сейчас картинка просто распечатана. Я её заламинировала. Надеюсь, все знают, что это такое. Положила в плёнку. Прокатала через горячие валы. И картинка получилась вот такой вот жёсткой. Всё, это уже навсегда. Это слюня, фиеш, соси, ничего не будет. Вот. Значит, картинку эту я положила на вырезанную Эву. Будем считать, это она. Ручкой взяла вот так вот, прям проколола вот в этих вот кругах. Да? То есть, когда я убрала Эву, у меня здесь получились отметки. Вот, пожалуйста. Вот. Вот она получилась, эта отметка. Теперь смотрим на крышку. Она у нас какой-то такой наносик прямоугольной формы. Значит, примерно это будет вот таким вот образом. Правильно? Вот так вот. Дальше берём макетный нож. Кстати, по поводу макетного ножа. И он тут. Значит, стандартный макетный нож не подошёл, потому что он широкий. И им было сложно это резать. Женя где-то на Алиэкспресс, если будет интересно, оставит ссылку. Купил. Женя, сколько было стоило-то? 100-200 рублей. Копейки. 100-200 рублей. Да. Вот продаётся вот такое вот очень острое, чуть ли не как скальпель, вот такое вот сооружение. К нему шло, шёл такой вот пенал, в котором, смотрите, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ножей. А вот ещё вру. Вот ещё восьмой нож. Всё очень острое, аккуратно. Вот. И они все как бритва, как скальпель, всё это острое. Разных, смотрите-ка, форм. Вот. Вот этим ножом я его, вот этот вот наконечник, ещё ни разу не меняла. Сколько ему, на полгода, наверное. Вот ещё не затупился и прям режет. Ого, ого, как. Им намного удобнее резать вот такие вот материалы. Здесь, видите, вот откручивается, вот это дело вытаскивается, меняется, как в дрели. Да? Сейчас попробую попасть обратно. Вот, закручиваем. Всё, это держится плотно. Так. Всё. И поехали резать. Вот я прям насквозь продавила. Прорезала довольно-таки легко. Вот так прорезала. Вот так прорезала. Вот так прорезала. И просто это взяла. Вот и туда это всё выдавила. Боюсь просто сильнее давить, потому что я боюсь, я сейчас стол подрежу. Конечно же, под этой эвой должен быть доска какая-то деревянная. Ну, что-то нужно подложить. Вот, ну, давайте прям вот ручкой попробуем нажать. Это должно насквозь всё у нас пропихнуться. Вот, так оно практически и происходит. Вот, насквозь, ну, поняли, да? Насквозь я это выдавила. И, соответственно, с другой стороны получились у нас сквозные вот такие туннели. Что мы сделали дальше? Мы, я. Что мы? Всё, мы да мы. Беру вот этот вот носик. Горячим пистолетом выдавлю здесь, смазываю. И в это вот отверстие... А, простите, сначала листочек. Не забыть про лист, что в листе я тоже вырезала такие прямоугольники. Ну, будем считать, что здесь лист. И туда с силой, побыстренько, потому что клей засыхает очень быстро, с силой до, до, прям вот, до начала резьбы. Всё это дело туда вдавила, секунду подержала, всё, всё это вклеилось. Вот таким образом всё это было сделано. Зато зафиксировано. Вот так, кто нам выявит, тоже хорошо, крепко держится. Ну, всё, дети-то у нас деловые. Вырвать могут всё. Вот, лапки сильные, поэтому лучше вклеить. Ну, всё, и вот получилась такая игрушка. В основном все игры я так и делаю. Вот эта вот основа. В неё либо что-то вклеиваю, либо прорезая что-то вставляется, либо я на неё наклеиваю. Ну, вот таким вот образом. Вот, по-моему, всё понятно рассказала, да? Да? Вот, про пистолет сказала, про это сказала, про это тоже сказала. Вроде всё сказала. Ну, вот. Если опять что-то осталось непонятное, ну, напишите ещё, снимем вам. А про крутили, скажи, что-то легче крутились. А, да, Жень, точно, спасибо. Смотрите, значит, как только мы крышку снимаем вот с этого вот носика, мы же здесь рвём, страховочное такое кольцо есть. Вот оно рвётся, и тогда уже отпускает нам крышку с носика. Что происходило? Когда я начинала накручивать, это страховочное кольцо цеплялось всё время и не давало вот лёгкого ухода. Видите, как легко вообще? Оно прям зацеплялся, было невозможно. Я взяла что? Ну, взяла такие вот такие пассатижики. Вот. Любые. Щёлк. Да, нужно посидеть, поковыряться, но если вы мама дома, и вам нужно всё же здесь крышек. Вот. Это всё отщёлкивается очень хорошо, когда-то полетело в лоб кому-то. Вот. Щипчики для ногтей, плоскогубцы вот такие вот. Всё это отгрызть обязательно, потому что лёгкого ухода тогда не будет. Сейчас я вам покажу, как оно нелегко уходит. Вот берём не обгрызанную. Вот. Видите, она заедает, она не крутится. Вот она стоит на месте. А вот уже грызаная, вот легко. Оп. Оп, и завертелось. Вот. Поэтому, да, лучше сгрызть это. Ну, всё. Вот. Вот у нас получился вот такой тазик вот этого всего. Это всё дети с удовольствием. Причём некоторые мамы сказали, что... Представляете, мы приходим в магазин, наши дети вцепляются вот в эти штуки и кричат «Купи!» Мама говорит «Ну как? Ты же не ешь это вообще!» «Нет, это Юля, нужно купи!» И вот, как говорится, с миру по нитке вот такой тазик собрался. Вот скоро доделаю. Дизайнер сейчас пришлёт остальные, потому что здесь вот немножечко мы пролетели по размеру. Здесь нужно вот немного побольше это сделать. Вот она немного подкорректирует и мне пришлёт. Вот такие картинки. Здесь ещё ёлка есть, дом, часы есть. Что-то там она ещё напридумывала. Ну вот, всё. Вроде всё объяснила. Есть что-нибудь, не понятно, спрашивайте ещё. А так скоро увидимся ещё на вопросах и ответах. Много мы сняли, дошли с тобой до... До декабря не дошли, но весь ноябрь, по-моему, сняли. Да, Женя сейчас сидит, монтирует. Это всё в спешном порядке. Скоро увидите все ответы. Всё, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока!